В ночь с 16 на 17 ноября неизвестные подожгли личную машину Олега Федько, советника Бессарабского районного совета от нашей партии. Машина сгорела и восстановлению не подлежит. Поджог случился ориентировочно в 2.30 ночи во дворе дома, где проживает Олег Федько. 2 часа 30 минут ночи меня разбудил лай собак. Когда я вышел на улицу, увидел, как горит мой собственный автомобиль полностью пламенем. Внутри автомобиль полностью практически сгорел почти 100%. Поразил тот факт, что это было сделано дома, у меня во дворе. И понимаю прекрасно, что этот случай выходит из всех норм человеческого фактора. Не может быть такой в жизни, что как будто мы сейчас вернулись в 90-е годы. И уже нашим гражданам надо бояться даже в своем дворе, в своем доме. Это не первый случай угроз в отношении Олега Федько и его семьи. Причина – отказ покинуть ряды нашей партии. Есть три направления. Есть три направления. Первое связано с интенсивной активностью моей деятельности политической, как в политике, именно как советник района Бессарабяска. Я знаю, что я многим не угодно. Очень многие хотят меня заставить замолчать. Первое. При том, что пытались через прокуратуру меня заставить замолчать. Потом пытались меня различными делами тоже заставить промолчать. Потом пытались опять разновидными ухищрениями в плане того, что угрозами, все остальное тоже промолчать. Это одно из первых, которых я думаю, что кому-то уже стал неугоден. Там, в районе Бессарабяска. Вторая деятельность моя. Второе направление, я считаю его, что именно по направлению, что связано так, как пришел на помощь примарю города Бессарабяска, помогаем как директор муниципального предприятия по ЖКХ Бессарабяска. И думаю, что может быть связано с одним из сотрудников оттуда, который недавно был сокращен. И третье направление, которое я очень сильно думаю, что может быть, ну, приблизительно год тому назад, приблизительно в это же время, у меня было одно, одни очень влиятельные люди с Молдова, с силовой структуры, предложили выйти из партии. Взамен они мне давали работу. И я должен был только сделать одно. Выйти на телевидение, сделать декларацию в адрес нашего лидера, в адрес нашей команды. И у меня бы началась, и у меня другая эра опять работать в силовой структуре. Так как сам бывший силовик. Да. Я отказался от этих предложений. В конце было такое чистое, не в угрозе, просто такое предупреждение. Если ты не ходишь по-хорошему, смотри, может быть, хуже и хуже. Угрозы и шантаж в отношении представителей нашей партии стали обычной практикой криминального режима. В прессе уже появилась информация о поджогах, порезанных колесах машин, угрозах по телефону. И каждый раз правоохранительные органы бессильно разводят руками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова